В общем, сегодня я постараюсь вам рассказать, что такое аддитивные технологии, как это работает, кому это нужно и так далее. Сам термин аддитивной технологии, additive manufacturing, это буквально производство добавлением, то есть выращивание изделия путем послойного добавления новых слоев. Для того, чтобы получить какой-то объект, сначала делается на компьютере его 3D-модель, затем он нарезается на слои нужной толщины, и уже в процессе печати, вот так вот слой за слоем, выращивается необходимая нам модель. Вообще, идея 3D-печати, согласитесь, очень здорово. Что-то нарисовали на компьютере, и вот уже через какое-то время вертите в руках то, что сам придумал, сам сделал. Идея, в общем-то, витала в воздухе, и этой идеей серьезно заинтересовался американский инженер Чарльз Халм. Он создал первый 3D-принтер, работающий по стереоэлектрографической технологии. Вот, кстати, для интереса, как вы думаете, насколько давно это было? 10, 20, 30 лет назад? В 70-х, наверное. Ну, в 86-м году. То есть, в общем-то, это прорыв не 21-го века, а все-таки 20-го века. Вот, впоследствии Чарльз Халм организовал компанию 3D Systems, которая и по сей день выпускает стереоэлектрографические принтеры, занимается разработками в этой области и, в общем-то, занимает лидирующие позиции. Вот, еще один ключевой человек для аддитивных технологий, для 3D-печати – это Скотт Крамп. Он создал, ну, ориентировочно в начале 90-х, там, даты разнятся в разных источниках, он создал первый принтер, работающий по технологии послойного наплавления – FDM-принтер. То есть, вот, именно эта технология получила наибольшее распространение на сегодняшний день, благодаря, в общем-то, своей простоте и доступности. Итак, в каких же областях применяется 3D-печать? В общем, в самых различных. В архитектуре печать макетов зданий, в том числе в разрезе, в строительстве печать целиком зданий, сооружений или частей зданий, или какие-то там элементы ландшафтного дизайна. В промышленном дизайне печатают опытные образцы продукции, или же, наоборот, какие-то эксклюзивные образцы. В автомобильной промышленности печатают опытные образцы уже действующих механизмов для того, чтобы посмотреть, как с ними работать. Аэрокосмическая отрасль. Тут уже вообще все серьезно, тут печатают полноценно функциональные элементы, например, для ракетных двигателей. Вот, военно-промышленная отрасль. Ну, эти товарищи интересуются всем понемногу, и строительством, и промышленным дизайном, и все на свете. Ну, вообще, тоже изготовление опытных образцов, всяческих там тестовых моделей. Например, в США не так давно проходило испытание, напечатанное на 3D-принтере оружие пластиковое, и даже снаряды для него были напечатаны на 3D-принтере. В медицине печать протезов, имплантов, биоинженерии печать тканей и органов, производство модной одежды и обуви. Ну, тут, я думаю, не стоит раскрывать эту тему, тут все понятно. В ювелирном деле печать восковок для последующей заливки, выплавления. В геоинформационных системах печать габаритных макетов, ландшафтов и так далее. И даже в пищевой промышленности есть кондитерская печать, или недавно проводили такой эксперимент, печать мясным фаршем. Ну, и, естественно, бытовая, домашняя печать. Ну, в общем, как говорится, технологии есть, а куда ее применить, уже найдется. Вот, я расскажу о основных технологиях, которые получили наиболее широкое распространение сейчас, и, ну, скажем так, наиболее важных для понимания того, что такое аддитивная технология и 3D-печать. Вообще, термин аддитивной технологии и 3D-печать – это одно и то же. То есть, просто 3D-печать звучит попроще, и в народе прижилось, ну, немножечко получше. Ну, в общем, так, есть стереолитография. Стереолитография – это, собственно, тот самый способ, который придумал Чарльз Хау. Вот, я сейчас просто их перечислю, а потом немножко раскрою, как же это все работает. Вот, стереолитография – цифровая печать с помощью цифрового проектора, многоструйная печать, селективное лазерное сплавление и селективное лазерное спекание, цветная струйная печать и вот это самое послойное наплавление, которое придумал Скотт Крамп. Начнем, пожалуй, с стереолитографии. Принцип работы такой – это отверждение жидкого фотополимера при помощи лазера. Принцип работы этих принтеров, в общем-то, если так на пальцах, то достаточно несложно. Имеется кювета, заполняемая фотополимерной смолой, и платформа, на которой будет, собственно, печататься объект. Платформа погружается в фотополимерную смолу так, чтобы ее покрывал тонкий слой сверху. Затем по этому слою лазерным лучом засвечивается по какой-то заранее запрограммированной траектории, производится засветка, и по этой траектории фотополимерная смола застывает. Затем платформа погружается чуть-чуть глубже, ее покрывает новый слой жидкий, опять проходит лазером, образуется новый слой. И так, слой за слоем, вот они и есть, аддитивные технологии, добавляются новые слои. Эта технология отличается тем, что и по сей день она является одной из самых точных и с высокой детализацией. Понятно, что здесь детализация зависит в первую очередь от размера луча лазерного, от светового пятна, и точность его позиционирования. В современной технологии, понятно, что позволяют сделать очень точное позиционирование и очень маленький световой пучок. Но главным недостатком является то, что это достаточно медленно, потому что фотополимер застывает, естественно, не моментально. И вот пока лазер все это пройдет, это действительно большое время. Следующая технология – это цифровая светодиодная проекция. В принципе, они очень схожи, то есть здесь тоже фотополимерная смола, но главное отличие в том, что засветка производится не лазером, а цифровым проектором. Вот приблизительно таким же, как вот сейчас вот эту картинку сейчас сюда дают. Естественно, отсюда появляется сразу преимущество. Например, то, что вот такой проектор стоит значительно дешевле, чем хороший лазер. А во-вторых, проектор дает сразу целиком картинку, то есть он может засвечивать целиком слой. И это существенно ускоряет печать. Кроме того, еще тут хочется сказать, что когда начали получать распространение вот такие принтеры, принтеры, работающие по такой технологии, немножко изменился способ выращивания модели. Ее стали не погружать в фотополимерную смолу, а вытягивать из нее. То есть здесь имеется в кювете прозрачное дно, и засветка производится через прозрачное дно. Платформа опускается близко к дну, образуется тонкий слой, засвечивается, и она поднимается, 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 новые слои засвечиваются, засвечиваются. Вот. Преимущество тут в том, что просто мы не ограничены размером кюветы, и фотополимерной смолы, естественно, налить можно поменьше, чем если погружать в нее. Это экономия просто материала. Так. Что у нас там дальше? Технология многостройного моделирования. Здесь печать производится при помощи специальной печатной головки, на которой находится множество сопел. И исходный материал подается через эти сопла капельками или даже напылением. Для печати используется чаще всего воск. Иногда те же фотополимерные смолы их же сразу же засвечивают, они сразу застывают в процессе печати. И реже печать производится при помощи расплавленного пластика. Эта технология запатентована компанией 3D Systems, и, в общем-то, кроме них никто ее не использует. Но рассказать о ней стоит, потому что это так называемая технология быстрого прототипирования. В связи с тем, что на печатной головке множество сопел, можно подключить несколько разных материалов, и вплоть до того, что печатать уже деталь, какую-то модель прямо в сборе. Производители говорят, что это в том числе и цветная печать, но это немножечко они лукавят. Это не полноценная цветная печать, просто можно загрузить несколько разных материалов, разных цветов, и их как-то вместе комбинировать. Ну, давайте пойдем дальше. Селективное лазерное сплавление и селективное лазерное спекание. Эта технология примечательна в первую очередь тем, что позволяет печатать металлом. Принцип работы довольно тоже несложный, как, в общем-то, и у всех 3D-принтеров. Здесь имеется бункер с исходным мелкодисперсным порошком, чаще всего металлическим, иногда специальным полимерным. У бункера подвижное дно, оно приподнимается вверх, затем разравнивателем разравнивается тонкий слой этого порошка на печатную платформу. Точно так же, как в стереолитографии, при помощи лазера производится засветка этого порошка, но он не застывает от засвечивания, а его расплавляет. Вот здесь отличие как раз в лазерном спекании и лазерном сплавлении. При лазерном сплавлении происходит полное расплавление порошка до жидкого металла и последующее застывание. А при лазерном спекании порошок только слегка подпекается, чтобы держал форму. Соответственно, после того, как изделие готово, если мы работали по технологии лазерного спекания, то изделие потом запекается в печи до полноценного расплавления, чтобы получить уже фактически литое изделие. А при лазерном сплавлении мы получаем сразу готовое изделие. Что еще хотелось про это сказать? Еще этот метод примечателен тем, что в отличие от классического производства, здесь очень мало отходов производства. Основная сложность при 3D-печати, когда мы выращиваем модель, это нависающие части. При других технологиях печати нам приходится делать какие-то технологические специальные поддержки, столбики или сетка, которая будет удерживать нависающую часть, потому что по воздуху принтер печатать не может. Здесь в качестве поддержек используется тот порошок, который не расплавлен. То есть никакие специальные технологические изыскания нам здесь не нужны. После того, как печать закончена, нерасплавленный порошок удаляется, как правило, вручную, специальным пылесосом, и он доступен для повторного использования. Цифровая струйная печать. Принцип действия самого принтера фактически такой же. То есть тоже бункер с порошком, печатная платформа, разравниватель разравнивает тонкий слой. В качестве исходного сырья здесь используется гипсовый порошок мелкий. И отличие в том, что здесь не лазером сплавляется, а с помощью печатной головки наносится специальный клеящий состав, быстро застывающий. И самое главное, что в этот же клеящий состав отличным образом вносят краску, точно так же, как это делается на обычных струйных принтерах, на которых можно печатать фотографии и так далее. Вот это единственная на сегодняшний день технология полноцветной печати с полутонами и так далее. Это, конечно, здорово, но, к сожалению, в основном она применяется для производства сувенирной продукции. Однако есть тоже интересный способ применения. Вот, например, видите, такие физиономии здесь. В мультфильме Паранорман лица персонажей напечатаны, были при помощи такой технологии на 3D-принтере. Для съемок этого мультика было напечатано порядка 40 тысяч вот таких маленьких физиономий под каждое выражение лица. И, наконец, моделирование методом послойного наплавления FDM-печать. Это самая распространенная на сегодняшний день технология печати. Принцип работы следующий. Имеется пластиковый пруток, который подается в нагревательную головку. В нагревательной головке он расплавляется и намазывается, если так можно выразиться, на печатную платформу. Наносится один слой, и тут уже в зависимости от механики принтера либо опускается печатная платформа, либо поднимается печатная головка, наносится следующий слой и так далее, и так далее. Проблему с нависающими частями здесь решают либо какие-то технологически построенные поддержки, либо использование другого материала, которым заполняют пустоты, и печать производится уже поверх другого материала. Материал используется не тот же самый для того, чтобы облегчить отделение одного материала от другого. Это повышает качество печати, никаких механических повреждений. Очень здорово. Единственное, что такие принтеры с двумя печатными головками, они несколько дороже. Как я уже говорил, это одна из самых простых технологий. Здесь нет никаких лазеров, сложных систем каких-то. Сам материал, то есть пластик, он плавится при достаточно низких температурах, в зависимости от вида пластика, где-то от 180 до 250 градусов, что, в общем-то, позволяет использовать его где угодно. Кроме всего, FDM-печать привлекательна тем, что для такого вида печати доступно огромное разнообразие материалов для печати. Пластиков очень много. Собственно, давайте немножко о материалах. Вот здесь, да, сразу видно, что для FDM-печати целая куча, а для всех остальных по чуть-чуть. В FDM-печати используются различные пластики или, как еще называют, термопласты. Это полилактит, АБС, поливинил-алкоголь, нейлон, поликарбонат, полипропилен, акрил, полиэтилен, полиуретан и еще множество, множество всяких остальных. То есть тут разнообразие величайшее. Для стереолитографии и цифровой проекции используются фотополимерные смолы. Они, в общем-то, все достаточно схожи между собой, то есть принципиальных отличий и перечислений их, наверное, не требуется. Они различаются тем, что в них добавляют какие-то дополнительные вещества для получения требуемых физических параметров. Пожестче, попрозрачнее, погибче. Есть даже имитаторы резины. Для лазерного сплавления и испекания используются полимерные порошки и металлические порошки. Это очень мелкодисперсные порошки. То есть, казалось бы, что технология очень простая, но именно доступность материалов для этой печати оставляет желать лучшего. В свободной продаже их не так уж много имеется, и рядовому пользователю их сложно найти. Ну и другие виды печати. Воск, это в основном для ювелирной печати, гипсовый порошок для сувенирной печати, глиняные, бетонные смеси, шоколад, и в общем все, что угодно, все, что можно в каком-то виде подать и связать между собой. Сейчас рассмотрим поподробнее касательно уже материалов. Начнем с ФДМ печати, потому что их там больше всего. Полилактит. Полилактит это один из наиболее часто используемых для печати пластиков. В частности, у меня там сейчас используется в принтере именно полилактит. В чем же он так интересен и почему же он так широко распространен? Во-первых, он производится из кукурузы или сахарного тростника, говорят, даже можно производить из картофельного крахмала, но вот тут я уже не знаю, насколько это правда. Этот пластик экологичный, биоразлагаемый, безопасный при контакте с пищевыми продуктами плавится при достаточно низких температурах, то есть где-то 180 градусов это уже очень хорошая температура для печати, он уже становится совершенно жидким. Он идеален для печати прототипов, каких-то декоративных изделий, также с его помощью печатают даже какие-то детские игрушки и так далее, потому что он совершенно безопасен. Единственным его недостатком является то, что он достаточно жесткий и ломкий, поэтому для печати каких-то механических изделий его в основном не используют. Следующий пластик это АБС. За такой простой аббревиатурой АБС скрывается страшное название акрилонитрил бутадиент стирол. Это действительно очень распространенный пластик и не только в 3D-печати, большинство вообще каких-то бытовых предметов, которые сделаны вот у нас дома из пластика, они, как правило, сделаны из АБС, потому что он один из самых дешевых и очень доступных. Этот пластик имеет очень неплохое сочетание прочности и гибкости, что позволяет его уже использовать для создания механических каких-то элементов, конструктивных и так далее. Он подходит для мелкосерийного производства. Очень хорошо также подходит для домашней 3D-печати бытовой, потому что относительно неприхотлив. Но вот с безопасностью тут уже есть вопросы. АБС безопасен при комнатной температуре. Однако при нагревании его выше 100 градусов начинают выделяться токсичные пары. Для некоторых это является стопорящим фактором, но тем не менее он очень широко распространен, и это действительно очень удобный пластик для печати. следующий пластик это нейлон. Вообще нейлон это целое семейство материалов, и то, что нам известно как нейлон, это как правило название торговых марок. В России больше всего распространен нейлон-6, в США больше всего распространен нейлон-66, они немножко различаются своими физическими свойствами. Но самое главное, что хочется о нем сказать, это то, что это очень прочный материал, и кроме всего прочего, он обладает эффектом так называемого самосмазывания, или если правильнее сказать, это высоким коэффициентом скольжения. Это делает его идеальным материалом для изготовления шестерней, втулок и прочих элементов, подверженных повышенному износу. Что еще хочется сказать вообще про все материалы, один из самых главных параметров у материалов, используемых для 3D-печати, это усадка. Дело в том, что после остывания, когда пластик расплавляется, наносится, а затем остывает, он меняется в объеме, он усаживается. Это действительно критично важный параметр, потому что если усадка будет достаточно большой, то деталь деформируется или даже сломается, растрескается и так далее. Вот с нейлоном тут как раз возникают проблемы, потому что в отличие от полилактида и ABS, у него действительно заметная усадка. Но это все решается технологически, степенью заполнения, расположением деталей в пространстве и так далее. То есть все равно он широко используется в печати в тех случаях, когда требуется высокая прочность и износостойкость. еще один материал, о котором нельзя было не упомянуть, это PET. PET это тот самый материал, из которого делаются пластиковые бутылки. Он обладает целым набором прекрасных свойств, он очень прочный, он нерастворимый в воде, в органических растворителях, он устойчив к кислотам, к слабым растворам щелочей, он очень прочный, прозрачный, износостойкий, за исключением опять того же минуса, у него высокая усадка, даже больше, чем у нейлона, печатать им действительно сложно, но люди умудряются, самый главный его плюс в том, что в связи с тем, что огромное количество вторсырья вокруг, можно наловчиться печатать полиэтиленом и это делает сырье для печати практически бесплатным. Еще важно рассказать об имитаторах других материалов, тут тоже мне еще до лекции задавали разные вопросы на эту тему. Дело в том, что это не настоящие материалы, скажем так, другие, это имитаторы, это те же самые АБС и полилактит, наиболее распространенные пластики, и в них добавлен мелкодисперсный порошок желаемого материала. Дерево, камня, бронзы, используется практически всегда в декоративных целях, но бывают правда случаи, когда, вот мне рассказывали, например, добавили ферромагнитный порошок и напечатали изделия, обладающие ферромагнитными свойствами. Вот это, в общем-то, интересное направление, и о нем тоже стоит упомянуть. В общем, технологии, материалы, это все хорошо, но как же на самом деле используется 3D-печать? А, так, вот об этом я еще не рассказал точно. Фотополимерные смолы. Фотополимерные смолы, как я уже говорил, они схожи, их меняют только с помощью различных добавок. Печать фотополимерными смолами хороша тем, что позволяет получить очень высокую детализацию. Действительно, с хорошей механической прочностью очень высокую детализацию, вот как здесь на примере, вот такая маленькая эфелева башня в сравнении с монеткой. Но у них есть недостатки, они относительно дорого стоят, и у них сложные условия хранения. И самое главное, что после использования далеко не всегда удается неиспользованную часть смолы использовать повторно. Касательно условий хранения, их, естественно, нужно беречь от ультрафиолета, под которым они полимеризуются. Также бывает, что они полимеризуются от температуры, от контакта с воздухом, в общем, условия хранения действительно не очень. Это осложняет. Так, ну, в общем, наконец, мы переходим к практическому применению 3D-печати. Начнем, пожалуй, с промышленной 3D-печати, потому что, ну, это, наверное, самая важная отрасль. Почему аддитивные технологии 3D-печать так важны, так сказать, для промышленности? Ну, во-первых, как я уже говорил, 3D-печать отличается от классического производства очень маленьким количеством отходов. В случае с печатью в промышленных масштабах это, естественно, очень важный фактор. Во-вторых, 3D-печать, в отличие от классического производства, позволяет печатать детали со внутренней структурой. То есть, не цельной болванки, а с какой-то, не знаю, наверное, плоховато видно, используется в изделиях специально рассчитанная сетчатая структура, которая позволяет сохранить механическую прочность изделия и существенно сэкономить материал и, естественно, массу. Это очень важно. Ну и в-третьих, 3D-печать позволяет делать изделия действительно сложной формы, которые либо очень тяжело доступны для классического производства, либо недоступны вообще. Вот я тут для примера изобразил три такие детали. Самая левая деталь это некая деталь используется на флоте для удерживания некоторого количества тросов вместе. Я не могу точно сказать, где она используется, но она есть так. Инженеры провели математическое моделирование, целью которого было сократить количество материалов и сохранить механическую прочность изделий. Получили вот такое футуристическое строение. Выглядит действительно странно произвести классическим методом это, наверное, невозможно, но налицо меньше использования материала и сохранение той же прочности. Затем они еще раз повторно произвели уменьшение и получили уже вот такое нечто. Недасколько это целесообразно, я, конечно, не знаю, но зато очень хорошо показывает, что можно получить с помощью 3D-печати. Давайте потом вопросы я закончу. И при сохранении механических свойств. строительная 3D-печать. Действительно сейчас уже научились строить с помощью 3D-принтеров целые здания и сооружения. Больше всех в строительной 3D-печати преуспел Китай. Они действительно серьезно вкладываются в эту технологию, ведут серьезные разработки, очень много экспериментируют, печатают. однако существуют и западные компании, работающие в этом направлении, даже отечественные очень интересные решения есть. В качестве материала для печати используются специальные бетонные или глиняные смеси. Они сделаны таким образом, что к ним подмешиваются специальные фибронаполнители, либо стеклянные, либо пластиковые. Это позволяет им быть обладать следующими свойствами. Они держат форму при печати и не проседают под давлением новых слоев. Пока что строительная 3D-печать это, скажем так, развивающаяся технология. Действительно полноценно никто не печатает. Есть несколько опытных образцов даже в России, домов построенных с помощью технологии 3D-печати, но пока это не сложное одноэтажное строительство или не целые здания, а отдельные какие-то объекты, как, например, панельные дома, то есть строят отдельные модули, а потом из них уже можно собрать цельное здание. Что касается целесообразности использования 3D-печати в строительстве, на сегодняшний день технология развивающаяся, и пока что видимого прироста, например, в скорости она не дает. То есть бригада опытных каменщиков построит здание точно с такой же скоростью, а может даже и быстрее, чем строительный 3D-принтер. Но, правда, 3D-принтер работает, так сказать, один за всех, то есть можно экономить на количестве людей, а кроме того, все-таки технология позволяет достичь очень высокой точности, исключен человеческий фактор, поэтому действительно при должном развитии эта технология получит хорошую реализацию и позволит сделать более доступным строительство и как нам реализовать программу доступное жилье, например. А теперь вот это, да, это, наверное, тема больше всех тут волнует людей, ну, может быть. Биопечать и печать органов. Это, наверное, самое новое направление в аддитивных технологиях 3D-печати. Первый удачный эксперимент по созданию органов на 3D-принтере состоялся в 2006 году. Группа биоинженеров разработала и напечатала для нескольких пациентов мочевой пузырь, мочевой пузыри. В качестве материала для печати использовался специальный биогель, в который были внесены стволовые клетки самих пациентов. В специальной вакуумной камере этот биогель был нанесен на макет мочевого пузыря, нагретый до температуры тела. После 6-8 недель развития созревания получился действительно работающий орган, но, правда, насколько я знаю, его не пересаживали людям, пока что еще не было опытов пересаживания человеку органов, напечатанных на 3D-принтере. Сегодня в этом направлении работает, в общем-то, пока что всего несколько компаний по всему миру. Есть отечественная компания, больше всего работает над этим американская компания Органова. В качестве материалов для печати сейчас используют так называемые сфероиды из клеток, которые обладают свойством липнуть друг другу и сливаться в единое целое. И так называемая биобумага, почему она так называется, я не знаю, она никакого отношения к бумаге не имеет. Это тот же самый гидрогель, в который примешаны клетки, он очень тонким слоем, наносится или капельками, или напылением, или там струйно, ну, в зависимости от того, как планируется печатать орган. После того, как орган напечатан, он еще не готов, он еще не полноценно живой, ему требуется созревание в биореакторе, ну, к сожалению, это не совсем мой профиль, тут как это происходит, я рассказать, наверное, не смогу. В ноябре 2014 года та самая американская компания Органова сумела с помощью технологии 3D-печати напечатать ткань человеческой печени, и эти ткани сохраняли свои свойства на протяжении пяти недель. Смысл этого эксперимента был в том, чтобы тестировать на этом материале лекарственные средства, но окрыленные таким успехом инженеры решили, что уже совсем скоро они начнут печатать органы, готовые для пересадки людям. Так что когда-то сбудется мечта купить новую печень. Следующее применение это медицинская 3D-печать. Применение тоже очень интересное, но никаких таких фантастических вещей, как печати органов тут пока нет. Первое, что приходит в голову, это, конечно же, печать протезов, причем бионических протезов, которые двигаются. Сами по себе бионические протезы, и вообще протезы к 3D-печати, конечно, имеют весьма косвенное отношение, но на их развитие 3D-печать несомненно повлияла. Дело в том, что протезы, изготавливаемые ведущими мировыми производителями, стоят совершенно каких-то сумасшедших денег, там самые-самые простые модели начинаются от нескольких миллионов. А развитие 3D-печати позволило производить такие вещи, можно сказать, что в домашних условиях. Например, группа энтузиастов 3D-печати из Белоруссии, даже так, не группа, всего два человека, они напечатали отцу одного из них, который потерял руку, функциональный протез, конечно, он не позволяет завязывать шнурки, как ведущие модели мировых производителей, но тем не менее, он может брать предметы, переносить их, это, конечно, очень важно для человека, который потерял такую функциональность. Кроме того, в медицине 3D-печать используется для очень интересной цели, для планирования операций. С помощью МРТ получают компьютерную модель органа или места подверженного операции, печатается макет и на нем отрабатываются различные подходы к операции. Есть вот очень хорошая история, недавно я про нее читал, в одной из российских клиник очень успешно применяют 3D-печать для планирования операций. Есть такая травма, как перелом основания глазницы. Звучит, конечно, ужасно, но, к сожалению, оно бывает. Для того, чтобы бороться с этим, вживляются специальные биоразлагаемые пластинки, прикрепляются к кости и, собственно, раньше это формирование этих пластинок, они все идут как бы просто плоскими, а формирование по пациенту уже было непосредственно живое, когда пациент находится в процессе операции. Это, конечно, ну, скажем так, зрелище для слабонервных. И что сделали вот нашей клинике? Они сделали МРТ, получили модель черепа, напечатали часть черепа и формировали пластинку непосредственно по модели, а не на живом пациенте. Это существенно снизило скорость, снизило время операции, то есть скорость, наоборот, возросла и существенно снизило травмируемость пациентов, что очень существенно сказалось на выздоравливании, и на скорости выздоровления. И, в общем, вообще, по-моему, очень интересный пример. Так, давайте лучше дальше. Наконец, мы дошли до путовой, так сказать, домашней 3D-печати. домашняя 3D-печать стала доступной благодаря тому, что группа энтузиастов разработала и выложила в открытый доступ в интернет программу обеспечения и чертежи для небольших FDM-принтеров. Вот это по слойным наплавлениям, которые работающие. Это спровоцировало появление большого сообщества, которое стало развивать эту идею, разрабатывать, дополнять технологию, делать новые чертежи. Развилась такая идеология, как RepRap. Это Replicating Rapid Prototyper. Это самовоспроизводимые 3D-принтеры. То есть, если в двух словах, 3D-принтер напечатанный на 3D-принтере. Это мечта многих. Действительно, это возможно. Сейчас, правда, вот этим словом RepRap стали называть просто все самоделки, но изначально идея была именно такая. Соответственно, количество 3D-принтеров в мире резко возросло. Встал вопрос, что же печатать на этих 3D-принтерах. Печатать можно действительно все, что угодно. Печатаются игрушки, какие-то поделки для хобби, исполнительные механизмы, делаются самодельные роботы, запчасти для бытовой техники, всякие шестеренки, колесики, корпуса. Это очень удобно. В общем, все, что можно сделать из все можно сделать в бытовых условиях дома при помощи вот этих недорогих относительно FDM-принтеров. Естественно, появилось очень много готовых китайских моделей, наборов для самостоятельной сборки, цены более чем доступны, то есть, если посмотреть небезызвестный китайский сайт, то можно найти модели буквально от 5000 рублей. Еще одна область применения 3D-печати, я специально не стал делать для нее отдельный слайд, это тоже очень многих интересует, очень многие меня почему-то про это спрашивают, это печать оружия. Первое, что хочется сказать, это печать оружия, это производство оружия, это незаконно. Это незаконно не только у нас в стране, это незаконно практически везде, причем как частей оружия, так и естественно целиком. То есть даже напечатать для своего стройбольного пистолета глушитель это незаконно, этого делать нельзя. Но тем не менее люди находятся, этим занимаются подпольно конечно. Наверное многие слышали про 3D-печатный пистолет одноразовый. Сейчас уже я видел делают значительно более сложные много зарядные механизмы и так далее. я уже говорил что в США испытывали на государственном уровне так что вполне легально испытывали гранатомет полностью напечатанный на 3D-принтере и даже снаряды были напечатаны для него на 3D-принтере так что в общем-то это все вполне возможно. Ну немножко подведем как бы итоги почему 3D-печать лучше чем классическое производство почему чем она лучше чем она хуже вот ну касательно преимуществ преимущества можно отнести во-первых то что позволяет печатать очень сложную внутреннюю структуру что абсолютно недоступно для классического производства вот например вот такая вот сетка позволяет сохранить механические свойства прочности но при этом существенно снизить расход материалов и самое главное снизить массу это очень важно например для аэрокосмической отрасли также преимущество это малое количество отходов производства действительно их значительно меньше чем при фрезеровке сверловке и так далее и даже при например когда делается литье ведь изготовление пресс-формы это тоже очень сложное и между прочим очень затратное дело низкая стоимость бытовых принтеров я уже говорил сейчас на рынке появилось их огромное количество и поэтому технологии развиваются можно использовать дома доступность материалов для бытовой печати пластики продаются действительно в очень больших количествах их очень большое разнообразие существует достаточно много отечественных компаний которые занимаются производством материалов для 3D печати и относительная простота в использовании ну действительно если не вникать в такую прям глубокую суть работы 3D принтеров достаточно освоить 2-3 несложных компьютерных программы и уже можно в полный рост заниматься 3D печатью теперь что касается недостатков самый главный недостаток это высокий процент брака вот у нас там печатается я например не вижу что там сейчас печатается вполне возможно что там уже все плохо дело в том что технология пока еще все таки не обкатанная и процент брака действительно очень велик и поставив особенно длительную печать вполне можно прийти через некоторое время вместо желаемой детали обнаружить вот такого макаронного монстра потому что все испортилось сдвинулось и принтер пытался печатать по воздуху также я говорил про низкую стоимость бытовых 3D принтеров а вот к недостаткам можно отнести высокую цену профессионального оборудования промышленные 3D принтеры стоят каких-то космических денег честно говоря я не знаю почему наверное все дело в запатентованных технологиях потому что принципиально каких-то удивительных различий с бытовыми принтерами там нет но тем не менее чтобы избежать вот этого брака и прочее приходится пользоваться промышленным оборудованием стоит оно космических денег и еще недостаток это все-таки более низкие показатели прочности по сравнению с классическим производством дело в том что печать производится слоями и нагрузка поперек слоев естественно будет критично для печати ну конечно там не все так плохо достаточно все прочно вот этот вопрос ну этот недостаток такой он скажем так относительный то есть дело в том что недостаток прочности можно решить технологически можно поменять расположение в пространстве при печати соответственно направление этих слоев в зависимости от использования можно как-то комбинировать направления в разных а потом совместить вместе эти детали но тем не менее такой факт присутствует и это есть ну и что хочется сказать о перспективах 3D технологии сейчас в связи с тем что появилось большое открытое сообщество технологии развиваются каждый день действительно появляются новые способы новые методы решения проблем которые возникают при 3D печати вот в разработку аддитивных технологий вкладываются такие крупные корпорации как Lockheed Martin и General Electric я думаю эти ребята понимают перспективность поэтому наверное стоит им верить однако прогнозируемого интереса к 3D печати так до сих пор и не произошло то есть взрыва интереса не произошло технологии развиваются в общем-то не так быстро как хотелось бы пока еще люди не очень понимают что именно им хочется печатать почему это лучше почему это удобнее чем классическое производство ну и действительно переоборудование производственных линий это не дешево и не все пока к этому готовы ну собственно все спасибо если есть какие-то вопросы спасибо спасибо спасибо